На топ-9 проектов по онлайну я, разумеется, склонен им доверять, потому что до этого они, понимаете, там, и ютуберы, и ещё какие-то люди, можете сами посмотреть. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Странные вещи происходят в последнее время на Advance Roleplay. И вроде бы не так давно я их начал хвалить за то, что они, наконец-таки, сдвинулись со всей вот этой, знаете, своей мёртвой точки, убрали там пиар-менеджера, поставили нового, такого, знаете, молодую кровь некую, поставили, чтобы там всё было как-то более-менее цивильно, более-менее нормально, и вообще было всё как у людей. Но оказалось, что в том случае, что сейчас всё не так хорошо, как, казалось бы, и даже не через два месяца, а вот прям вот сейчас. Под тем видеороликом мне многие люди написали, мол, то, что XGEM не стал, на самом деле, пиар-менеджером проекта Advance Roleplay, а просто он, типа, такой, знаете, мальчик на побегушках, такой вот, я не знаю, ну, прислужник, что ли, если это вот так вот можно назвать. Наверное, в самом лучшем значении данного слова, потому что он просто будет искать ютуберов за пиар-менеджера и вот передавать этих самых ютуберов в руки этому самому пиар-менеджеру. То есть, особо сильно ничего не поменялось, просто появились новые, так скажем, распространители вот этой вот всей адвансовской пропаганды, не пропаганды даже, а просто вот, ну, нашёлся ещё один человек, который вот как-то будет заниматься вопросами привлечения ютуберов вот ко всему этому GTA-самп-серверу и чтобы вообще, типа, было, ну, всё так, знаете, более-менее нормально. Но в целом, как лично мне кажется, это пиздец. Можно было реально поставить XGEM, чтобы он стоял, а оказалось всё так, что он, типа, ну, вот на самом-то деле не пиар-менеджер. Вообще, когда вот самые первые люди начали мне всё это писать, я подумал, что они просто не сильно разобрались в данной ситуации, но потом, когда написали люди, которым я безмерно доверяю во многих вопросах, когда они там что-то говорят, когда они там о чём-то рассказывают, я, разумеется, склонен им доверять, потому что до этого они рассказывали, ну, такую, знаете, более-менее проверенную инфу, там, вот этот вот миксер Мау и ещё там парочек людей есть, которым я по поводу Advanced Roller Play, по поводу вот всех этих вопросов могу довериться, могу в целом доверять, могу сказать, что они вот, да, они молодцы, они давно за мной следят, недавно меня смотрят. Но сейчас, разумеется, как и, наверное, всегда, мы рассказываем немного не об этом. Не так давно на форуме Advanced Roller Play в какой-то то ли закрытой, то ли открытой теме, но открыта она только для каких-то определённых людей, ну, то есть, получается, закрытой немного тогда, начался бунт. Вот начался, прям, знаете, такой вот целый бунт против владельца и держателя, и основателя, и разработчика, как мы можем уже понять, проекта Advanced Roller Play против Андрея Ринга. И вот там так много сообщений было от всех вот этих администраторов, от каких-то прочих людей, от каких-то, вроде как, даже ютуберов, там, младший модератор. То есть, вот эту вот всю тему её можно листать, наверное, бесконечно и постоянно туда отписываются, ну, многие вообще люди, которые, вроде как, на Advanced Roller Play уважаемые. Разумеется, что я уже давным-давно за Advanced Roller Play не слежу, так, знаете, поверхностно в каких-нибудь новостных изданиях, если о них напишут, то я, в принципе, разумеется, всё это прочту, ознакомлюсь со всем этим и как-то приму всё это вообще к своим, своим вот этим вот выводам, ко всему прочему, к своему мнению. Ну, я думаю, что вы всё это понимаете, там, и ютуберы, и ещё какие-то люди, ну, можете сами посмотреть всю эту тему, если вы её сейчас сможете найти. И дело в том, что вот, если, так знаете, не сильно углубляться в сообщении каждого этого человека и просто сказать поверхностно, они недовольны тем, как политику проекта вообще ведёт Андрей Ринга. Как он что делает, как там с PR-менеджерами, как с обновлениями, как вот со всем прочим. И вот опять-таки моё предсказание и предсказания Ангела Касады, они сбылись. Почему? Потому что они были очевидны, ну, наверное, для всех, кроме, так сказать, игроков Advanced Roleplay, которые постоянно ходят, что-то там бегают, прыгают туда-сюда по комментариям, говорят, мол, ой, да вы чё, нет, Advanced Roleplay-то он нормальный. Он открыл свой, там, новый проект, Lime, вернее, сервер новый Lime открыл, чтобы реально, чтобы всё было хорошо, чтобы было нормально. Не для того, чтобы, знаете, донатов собрать и какую-то такую себе подушку безопасности выдать на случай, если случится какой-то кромешный пиздец, нет, не для этого. Просто, вот, ну, открыли, потому что, ну, игрокам хочется поиграть. Разумеется, они открывали всё это во время карантина, когда все люди, когда все школьники, когда все остальные вот эти вот похожие на людей, человеки, сидели и, в общем-то, вот всё это делали. При том, что все эти сервера открывались, когда на них вот включили бонусы. И, разумеется, онлайн там был, ну, такой, знаете, не то чтобы большой, но, тем не менее, приятный, с которым можно было бы жить. Если сейчас посмотреть на мониторинг GTA-самповских серверов, то можно будет увидеть, что пиздец, Advanced Roleplay. Это, это я понимаю теперь, почему админы, наконец-то, перестали терпеть вообще. То есть, админы на Advanced Roleplay достаточно часто терпят, потому что, возможно, их тоже можно понять. С одной стороны, они долго шли к своим вот этим вот всем постам, чтобы у них там что-то получилось, чтобы хоть какое-то маломальское признание там заполучить. То есть, в жизни они никто, в каких-то прочих сферах жизни по типу, там, я не знаю, Ютуба, возможно, рисование, возможно, там, коллекционирование каких-нибудь марок и всего прочего. Они полное говно. Ну и вот, и у них, наконец-то, появилась какая-то власть, какая-то мощь, вот какое-то уважение от игроков. Да, возможно, вот с ними приятно играть, разумеется, они как-то плохо высказываться насчет всего этого не будут. Но тут, видимо, даже у них накипело, и несмотря на то, что они, там, знаете, многого добились на таком проекте, как Advanced Roleplay, это занимательный проект, замечательный проект. Несмотря на то, что они всего этого добились, даже они как-то молчать не смогли и, типа, такие высказались, мол, по всему этому. Действительно, их можно понять, потому что, ну, это пиздец. Если даже сейчас посмотреть на весь этот мониторинг, на топ-9 проектов по онлайну, то мы сможем увидеть, что, во-первых, Advanced Roleplay, ну, то есть, Trinity GTA, вот это Trinity Roleplay, Trinity RPG и все прочие проекты, они догоняют Advanced Roleplay. То есть, там буквально 30, может быть, максимум 50 человек у них остается, при том, что онлайн за сегодня вырос. Тем не менее, вот, Trinity GTA уже догоняет Advanced Roleplay. И, причем, догоняет, так, знаете, не, там, не на 100 человек, не, там, на еще сколько-то, а вот, там, 20, уже 30 человек осталось, и все, и Trinity GTA перегонит этот самый, там, я не знаю, Advanced Roleplay, и все забудут вообще про то, что такой проект существовал. Но, что немаловажно, сам Proleplay вырвался в лидеры. То есть, не то, чтобы в лидеры, он, конечно же, не догоняет еще и Wolf Roleplay, да и Wolf Roleplay там далеко, ну, а, в общем-то, оно и понятно. Дело в том, что сам Prope перегнал Advanced, то есть, сам Prope сейчас выше по онлайну, чем Advanced. Это пиздец, это пиздец, но, тем не менее, это все объяснимо. Где ютуберы Advanced Roleplay, где обновления, где хоть что-то, Андрей Ринга, при всем моем, не то, чтобы уважении, конечно, а при том, что, вот, ну, давно, вроде как, мы друг друга знаем, там, ходили к друг другу на шашлыки, там, я не знаю, еще, там, с семьями дружим, да. Несмотря на все это, Андрюха, ну, это же пиздец, нужно уже что-то делать, нужно, там, знаешь, осмотреть видеоролики GTA-самп ютуберов, которые, там, говорят, что, мол, на Advanced все плохо, все хуево и так далее, что-то из этого извлекать и, вот, ну, делать-то уже, ну, как-то получше, чтобы игрокам нравилось, чтобы ютуберы эти самые ролики-то они не делали. Возможно, ты думаешь, что эти самые видеоролики от ютуберов, они как-то поднимают Advanced вверх, вот эти вот все негативные видосы, возможно, в какой-то степени оно и так, но, в целом, они создают такой, знаешь, негативный окрас для данного проекта, и это не особо хорошо, как ты понимаешь, вот, для него и для тебя, и для твоего заработка, и для всего прочего. И Advanced Roller Play, как бы, сейчас находится в таком, немного подвешенном состоянии, в хуевом, фиговом, если так дальше пойдет, то, возможно, что и Gambit Roller Play перегонит Advanced Roller Play. Конечно же, вряд ли, потому что Gambit это полная душня, душнилого, кто вообще на нем играет, непонятно, какие-то биороботы, там, все прочее, а вообще про Advanced Roller Play еще можно говорить долго-долго-долго, и непонятно вообще, к чему это все придет. Поэтому, если у вас есть какое-то мнение по поводу Advanced Roller Play, вы, разумеется, можете высказать его в комментариях, я все это прочитаю, прочту, ознакомлюсь и скажу, что да, вот, вы, в самом деле, молодцы, вы крутые, или вы дебил, конченый, я вас баню. На самом деле, у меня на канале нету забаненных людей вообще, а всем спасибо за просмотр данного видеоролика, хотя за что, ну, это не важно, увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, ну, а пораньше, это уже, там, знаете, куда деваться, это уж в каком-то крайнем случае. Всем до свидания.